Всем привет, ребята! Вы на канале 30+, я нутрициолог-психолог. Соответственно, сегодня с вами говорим про очистить сосуды. Вы на канале профилактики, соответственно, почему эта тема? При нездоровых сосудах, как бы, когнитивное здоровье, оно, ну, как бы сказать, совсем себе не очень такое себе, да, правда? И могу сказать, что действительно есть продукты, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Впрочем, анатомия и физиология строения, я уже ее объясняла, да, и мы понимаем, что физактивность – это ведущая история, которая профилактирует тромбы. Соответственно, строение сосудов – это принципиально важный вопрос, но я могу сказать, что коллаген – это белок соединительной ткани. Он играет, он играет, он играет просто ключевую роль в здоровье и поддержании адекватного функционирования сосудистой системы. И существует множество типов коллагена, и, соответственно, это число давно переварило за два десятка. Соответственно, для образования коллагена и поддержания его нормальной структуры нам просто качественно необходим глицин, пралин, лизин. И, соответственно, все эти вещи, они есть в питании. Другой момент – нужен постоянно витамин С, присутствие меди для реакции и еще плюс движение. То есть вот такие моменты. Продукты для укрепления сосудов – это не бананы во многих случаях. Это, например, спаржа, это шиповник, это жирные сорта рыбы, это могут быть субпродукты, богатые микро- и макроэлементами B12. Плюс рекомендации по питанию. Диета при любого рода патологиях очень индивидуальна и составляется специалистом или врачом, даже лучше врачом. То есть если у вас есть эта история, то лучше обратиться к доктору. В целом, я, когда беру своих клиентов после каких-то уже марафонов, чего-то, я просто сразу говорю о списке запрещенных продуктов. Это различные сладкие соки, особенно пакетированные, мусорная еда, готовые соусы, свежевыжатые соки, сахарная бомба или, правильнее сказать, настоящее ядерное оружие, финики. И, соответственно, мало того, биологически активные добавки, они очень нужны. В первую очередь, при наличии поломок необходимо принимать доноры метильных групп. Там метионин, B6, B12, омегу и меню для укрепления питания сосудов я уже вам давала в закрытом канале. Пишите, что вы делаете для поддержки сосудов. Я могу сказать, что хотя бы включите петрушку, фасоль, шпинат, брокколи, кресолат, шпинат. Это все источники фолиевой кислоты и субпродукты. Это уже будет большая поддержка. Базовый чекап вы можете скачать тоже у меня и посмотреть, чего вам не хватает. Плюс витамин С, он есть в сладком перчике, в брокколи, в тимьяне. И под запретом мы с вами говорим про некоторые продукты, такие как вся кондитерка и другие проблемные продукты, которые вызывают метаболический синдром.